Бандитские традиции продолжились и после первой революции, и после второй, которая случилась 7 апреля 2010 года. Все это ярко проявилось и в энергетике, повышение тарифов, которое стало одним из поводов для как раз второго бунта. И ситуация в энергетике до сих пор не выправилась, и серьезные проблемы все еще остаются нерешенными. Об этих проблемах наш корреспондент Андрей Тукамбаев побеседовал дистанционно с бывшим членом Совета директоров Север-Электро Сапаром Аргамбаевым, который участвовал и в первой, и во второй революциях. Здравствуйте, Сапар. У нас 10 минут сейчас для разговора, и у меня к вам такой вопрос. Вы являетесь председателем Комитета защиты политических заключенных, и тем не менее, вы говорите, что есть проблема в энергетике. Вот каким образом получилось так, что проблема энергетики стала связана с проблемой политики? Расскажите, пожалуйста, предысторию. На сегодняшний день в связи с коронавирусом у правительства были наиболее очень тяжелые моменты в отношении финансов, в отношении пополнения бюджетов. И будучи я, когда в свое время пять лет отработал членом Совета директоров Север-Электро, и я с тех времен, еще приатомарских времен, поднимал те проблемы, которые связаны с оптовыми продажами, посредственными компаниями, которые занимаются оптовыми продажами и покупателями предпродавцов. Я на сегодняшний день знаю, что очень тяжелая ситуация будет в энергетике, которая связана с выплатами почти 1 миллиард 600 миллионов долларов. И я знаю, что электрическая станция порядка 50 миллиардов, она должна выплатить до 1932 года. И это очень серьезно. И на сегодняшний день, когда я в свое время писал о Тамбай, он не отреагировал. А сейчас вы обращались к нынешнему руководству страны? Да, я к этому, я с Арунбая Шариповича обратился, но я знаю, что этот документ, мое обращение встретили там, в аппарате, и соответствующим образом доложили, что это какие-то мои, будем говорить, нисколько не личные интересы, но это несерьезно. То есть изложенное в этом документе они восприняли за ваши какие-то политические амбиции, так я правильно вас понял? Да, насколько я на амбиции, но я знаю, что здесь, когда я оперировал в свое время первоначально порядка 100 миллионов, а сегодняшний день, я вот с начала этого года через депутата Кадыралеева запросил у агентства технико-экономические показатели посредницких компаний. Что получилось в итоге? Они дали не в полном объеме, запрос был за 5 лет, с 15 по 19 включительный, они только дали сходный план на 19 год технико-экономические показатели, и фактически показатели 2018 года. И знаете, что получается? И что получилось в итоге? Мои предположения оказались очень скромными. Фактически, вот эти документы, только я и беру за 2018 год, я примерно предполагаю, что за один год посредницкие компании у электрические станции выводят, через занижая тариф, нереально низкий тариф устанавливая для посредниц компании, устанавливают порядка миллиард-миллиард двести миллионов сомов только у электрических станций. То есть реальность, получается, превзошла все ваши даже самые смелые предположения? Да, да. И знаете, если ежегодно где-то вопрос о миллиарде идет, это очень серьезно. И потому как они, даже мой запрос, меня в свое время, в феврале месяце пригласили быть независимым экспортом энергетики в парламентской комиссии, Ахлбек Тяпаров. Мы с ним, мы где-то два-три заседания провели совместные, и потом мы должны были составить соответствующий отчет, и мы должны для составления отчета должны были получить материалы, исходный материал, фактические материалы. И эти запросы, которые мы оформили через Ахлбека Тяпарова, они дали очень большим опозданием и под грифом для служебного пользования. Знаете, это статистические данные, они должны быть висеть. Я помню, до 2015 года они были на сайте у агентства. То есть они были в открытом доступе, а сейчас почему они засекречены, на ваш взгляд? Ну, если ежегодно, ежегодно умудряются. Я, знаете, не хочу сегодня говорить о коррупции, я хочу, знаете, сгладить. Вот эти посреднические компании сделали стипендиантами наших очень должностных лиц, от которых зависит, будем говорить, установление этих тарифов, благоприятность, их благословление получит. Я думаю, что миллионные суммы сделали стипендиантами, ну, я думаю, до 10-15 человек. Куда входят и соответствующие депутаты входят, и правительство уходит. И эти депутаты, и на сегодняшний день мне вызывает очень большое удивление, что энергохолдинг, являясь акционерным обществом, акционером, главным акционером и представителем государства, допускает вот такие вещи, когда у него из-под носа выводят порядка миллиарда с лишним сумм, выводят очень серьезные, очень серьезные, будем говорить, очень важные отрасли, будем говорить, энергосектор, это электрические станции. И как, на ваш взгляд, с этим следует бороться? Знаете, в свое время, когда появляются эти посрединские компании, они появились на волне, что технические потери, идет очень хищение электроэнергии у госкомпании, хищение электроэнергии денежных средств идет у госкомпании, потери большие там. И вот в этой среде, и когда еще бартерное обслуживание было, бартерные взаимозачеты были, они появились на этой волне, и практически появились на этой волне, вот Атамбаевская команда появилась, когда они ничего не имеют, они взяли ту подстанцию, которую приватизировали, начали отпускать. В свое время они, в 2005-е годах, если 17 миллионов, то на сегодняшний день они 24 миллиона киловатт потребляют. И знаете, они говорят, везде оперируют вот это, будем говорить, власть, ну вот это, кто устанавливает тариф, оперируют средними цифрами, средними цифрами. Вот по средней цифре, они получают доход 50 копеек. Вот Атамбаевская энергия. То есть, усредняя тариф, они получают дополнительные средства себе в кроманы. Да, это с киловатта, и они имеют 50 доход. Они получили, что свое производство, которое по конечному тарифу, 2,51 должны были отпускать, а им отпускают по 2 сома, 50 копеек нарыв. Это примерно 12 миллионов ежегодно попадает. Это самое еще скромное. Еще я хочу сказать, у такой компании, например, Белый Электрик есть. Это пиво, которое выпускает вот этот... Беловодское пиво. Абишата. Абишата пиво. Они порядка имеют... Порядка 15 миллионов имеют от электрических станций, если хотел сказать. Еще есть такое... Вот они представили документы, сводный план на 2019 год, и фактически технико-экономические показатели за 2018 год. И получается, что они в 2018 году получили больше электроэнергию. А почему-то закладывать... Это на будущий год, на 2019 год, меньше было. В 2018 год больше фактически закладывать. И теперь еще главное... Они в свое время, эти посредственные компании утверждали, что у них технические потери маленькие. И вот получилось так, что вот они в 2019 году... Вот у СМС есть такое. 9,1% потери закладывает. У него... Он в свое время, если из истории заглянуть, он говорил, что у него ноль потери. Он сам у себя не может воровать. Есть такая компания, как Электросила. Ему закладывали 189 миллионов. Это закладывали. А фактически он потребил, потребил в 2018 году, потребил 233 миллиона. И почему-то это все скрывает. И знаете, получается, ему доход, доход, его доход, его капитальное строительство, капитальный ремонт, все вложили в тариф. И он получается так, что, например, вот в качестве примера я могу привести. В 2017 году он 12 километров линии строит в Ваше. Ваше 12 километров строит в ЦМЗаводу. В Араванский район. Порядка 150 миллионов за счет тарифа ему, он оплатили ему. Он стал собственником высоковольтной линии, стоимость которой примерно предполагают 150 миллионов. Он, подключив это, и сразу со следующего года получает порядка 70-80 миллионов киловатт от этой ЦМЗавода. По цене, покупая СОМ-20 со всеми налогами, покупая СОМ-20, продает по 2,51. То есть, практически ничего не делая, получает колоссальную прибыль. Вот каким образом вы сейчас собираетесь вот с этим бороться? Лично вы. Знаете, на сегодняшний день, когда энергия, я не столько боролся, я передаю через огласку. Это все, это очень хорошо и легко получается, когда они под видом грифа для служебной пользы, под видом того, что они идут, очень это тенемой, все факты скрывают. Для меня они попали случайно, они просто вынуждены были. И вот эти предыдущие, если факты выйдут, я думаю, что президент на сегодняшний день... Обратите на это внимание, да будем надеяться, что то, что сказано, только что вами будет услышано. Огромное вам спасибо за разговор, спасибо большое, всего доброго. Всего доброго, до свидания. Да, еще я хочу сказать. Андрей, это очень серьезно. Это серьезно. На сегодняшний день, когда государство ищет деньги, и когда энергетические компании связаны с долларовыми... Вот сейчас посмотрите, каждый сом, каждый сом, это 1 миллиард, да. Это будет внешний долг, внешний долг, энергетические компании будут расти. Вот в этой ситуации... Да, в этой ситуации, как раз, когда сокращают там все это, да, расходы, да, будем бороться с этим. Будем надеяться, что наш разговор услышат. Спасибо большое. Спасибо большое.